Здравствуйте! В эфире новость. Меня зовут Владимир Антошкин. Филиал военно-патриотического клуба «Гефест» планируют открыть по улице Логовой. Помещение, в котором расположится клуб, посетил глава администрации Борис Беляев. Вместе с главой администрации будущий клуб посетили и другие официальные лица. Руководители клуба «Гефест» ознакомили гостей с проектом планировки помещения и рассказали о том, каким оборудованием будет оснащен новый клуб. Работы здесь очень много. Но сейчас главная работа у нас начнется, конечно, с крыши, потому что никакой ремонт делать нельзя, если крыша будет течь. Поэтому крышу сначала в порядок приведем, потом начнем уже внутри работы по благоустройству, по красоте помещения, чтобы функционально все было. И потом уже снаружи фасад оформим, сделаем, чтобы красиво тоже было снаружи. Как отметил руководитель клуба, количество желающих обучаться в «Гефесте» возросло, поэтому возникла необходимость в дополнительном филиале. Открыть новое помещение именно на улице Логовая было решено потому, что на сегодняшний день в этом районе спортивная организация наиболее востребована. В нас в силе надежда, что нам будут помогать со всех сторон и выделить соответствующие финансы. И от нас будет зависеть, конечно, как скоро это все будет, потому что мы должны все двигать, все сметы, всех людей, которые здесь будут задействованы, их всех вместе объединить, чтобы у нас быстрее продвигались все работы по ремонту и по оснащению помещений. Основной задачей создания нового филиала клуба, по словам его руководителя, является подготовка молодежи к армии. Цель «Гефеста» – улучшить дисциплинированность будущих молодых бойцов, правильно мотивировать их. Новый клуб планируется оснастить самым лучшим и инновационным оборудованием, для того, чтобы ребята развивались физически и получали хорошую военную подготовку. Гульнас Филатова, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис». На перекрестке улиц Карла Маркса и Советской загорелся автомобиль «Киэ Рио». Причины произошедшего уже установлены. Очевидцами стали в том числе сотрудники стоматологической клиники, которые пытались помочь хозяину авто. Подробности происшествия знает и раскроет Гульнас Филатова. Одна из работниц стоматологии, находящейся рядом с местом происшествия, возвращалась с обеденного перерыва на работу, когда увидела горящую машину. По ее словам, другие свидетели пожара не спешили с помощью хозяину автомобиля, а только снимали происходящее на телефоны. Подбежала, думаю, там уже бесполезно, залетаю в регистратуру, говорю, у нас тут машина горит, вызывайте быстро этих пожарных. Вызвали, все. Ну, люди останавливались, как обычно. Не первую помощь оказывали там, хотя бы помочь потушить, а снимали, как обычно, на все эти. Очевидец пожара Екатерины Радошнова рассказала, как хозяин автомобиля пытался потушить его собственными силами, закидывая снегом. Девушка попросила других сотрудников клиники помочь ему. Врачи не остались равнодушными к беде автомобилиста и с помощью огнетушителей постарались уменьшить возгорание в машине. Другие работники организации также среагировали оперативно. Я только услышала, что машина горит и вызвала 0,1. А больше я ничего не видела. Я сама даже не видела. Мне сказали, что машина у вас здесь, в боку, горит, и все. Как сообщил инспектор отдела надзорной деятельности города Кумертал, в 10.57 дня в пульт пожарной охраны города поступило сообщение о возгорании автомобиля на перекрестке улиц Карла Маркса и Советской. Прибывшими на вызов сотрудниками пожарного подразделения было установлено, что огонь идет из моторного отсека машины. В ходе установления причин возникновения пожара установлено, что пожар произошел вследствие возгорания горючего материала, одеяла, положенного в моторном отсеке в качестве утеплителя. Пожарные полностью ликвидировали возгорание. Водитель и пассажир автомобиля не пострадали. Сейчин яко око наше истряпчий о делах государственных. Такими словами царь Петр I выразил суть стоящих перед прокурором задач. И даже спустя 295 лет работники надзорного ведомства не забывают слова великого государя. 12 января в России отмечается профессиональный праздник работников прокуратуры. Эта дата выбрана не случайно. Именно в этот день, 12 января в 1722 году, указом Петра Великого, впервые был учрежден пост генерал-прокурора и возник институт российской прокуратуры. И вот уже на протяжении 295 лет российская прокуратура является надежной опорой государства, твердо стоит на защите прав, свобод и законных интересов граждан. Прокуратура города Кумертау не исключение. К своему профессиональному празднику работники нашей прокуратуры пришли с достойными показателями. Только в прошлом году Кумертауская прокуратура выявила более 1700 нарушений. В суд прокуратуры города направлено более 580 заявлений, по результатам рассмотрения которых они либо удовлетворены, либо производство на основании заявления прокурора судом прекращено в связи с добровольным устранением выявленных нарушений ответчиками. В адрес более 240 работодателей прокурорам города были принесены представления с требованиями об устранении нарушений действующего федерального законодательства, которые рассмотрены, удовлетворены. 219 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Вот что значит настоящий пример для подражания и порядочности. Также прокуратура города уделяет особое внимание на исполнение трудового и антикоррупционного законодательства. По результатам проверок проводились членами трудовых коллективов встречи, на которых доводились результаты проверок, выявлены нарушения и многое другое. Также пресс-секретарь отметила профессиональные качества работников прокуратуры. Помимо высоких профессиональных качеств, коллектив наш наделен высокими нравственными, моральными качествами. У каждого обостренно развито чувство справедливости, принципиальности, твердости в принятии решений. По словам Ирины Сергеевны, нынешнее поколение сотрудников бережно хранит и приумножает профессиональные традиции, передавшиеся от ветеранов. Именно они внесли огромный вклад в развитие общего дела. В этот праздничный день, уважаемые коллеги ветераны, от всей души, от имени нашего коллектива, хочу поздравить вас с праздником, пожелать счастья, здоровья, благополучия вам и вашим близким. Культурная жизнь города – один из основных показателей, по которому можно судить о настроении горожан. В этой сфере в прошлом году произошло важное событие. После реконструкции открылся киноцентр «Горняк». Востребовано ли сегодня в нашем городе кино и каковы итоги минувшего года для центра – об этом в нашем сюжете. Год российского кино стимулировал развитие киносети в стране. Обновленный современный киноцентр открылся и в Кумертау. Это стало возможно благодаря участию города в федеральной программе кинофикации малых городов. В результате чего из фонда кино были выделены деньги на реконструкцию. Центр располагает двумя залами. Здесь мягкие кресла и современное оборудование для показа кино в формате 2D и 3D. Напомним, в Кумертау кинотеатр был. Однако устаревшая аппаратура не позволяла демонстрировать киноновинки. Летом прошлого года в нашем городе появился настоящий культурный центр. И теперь ценители киноискусства могут увидеть фильмы на большом экране. С момента открытия киноцентр посетили 45 тысяч зрителей. Было показано около 4 тысяч фильмов. Очень продуктивно начался и нынешний год. Хочется сказать, что очень бурно. Мы первую неделю отработали замечательно. И хотелось бы, чтобы почаще наши горожане приходили к нам в кинотеатр. Такой красивый, чистый, уютный. Всем очень у нас понравилось. Все говорили спасибо. И довольны уходили домой, посмотрев новинки кинематографа, не только российского, но и взорубежного. Прошло чуть больше полугода с момента открытия кинотеатра. Время показывает, что он востребован не только среди кумертаусов. Увидеть новинки киноиндустрии приезжают и жители соседних городов и районов. Есть куда спидеть с детьми, вообще провести свободное время. То есть, в принципе, очень удобно, что не надо ехать в какие-то большие города. Все доступно здесь, и фильмы всегда достаточно и обновляются постоянно, и актуальны. То есть, идут те, которые везде в прокате. Первый раз в кинотеатре. Кинотеатр очень понравился. Фильм понравился тоже. Очень хороший. Впечатление хорошее. Приезжать еще будем. Обязательно детей привозить. Будем советовать, чтобы приезжали. Работники киноцентра прилагают все усилия для того, чтобы зрителям было уютно и комфортно. Так на лето уже запланированы ремонтные работы. В планах делать качественно свою работу. Как всегда, мы стараемся все это на высоте держать. Поменять нужно отопление в малом зале, что у нас там прохладненько немножечко. В большом зале мы все сделали при открытии. Важнейшим искусством для нас по-прежнему остается кино. И бессменным центром этого вида искусства на юге Башкортостана является наш горняк. И мы желаем ему успеха и процветания. Айгуль Мухамедшина, Владимир Кузьмин. Новости. Это была последняя информация выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова